В 2014 году, 10 лет назад, я приезжала в Налобиху, чтобы сделать сюжет о том, как известному местному жителю Алексею Скурлатову про образу памятника Алеши вручали награду Болгарии от благодарных жителей. Но сегодня ситуация демитрально противоположная. В Болгарии предпринимается очередная попытка снести известный монумент. Этот вопрос на рассмотрение парламентом города Пловдив предложили внести два депутата. По последней информации, 17 января городское собрание рассматривать его все же не будет. Но парламентарии настаивают на том, чтобы вернуться к нему после народного референдума. Вот уже неделю, как на родине известного алтайского фронтовика в селе Налобиха за новостями из Болгарии следят куда пристальнее, чем за остальными. Сообщение о том, что власти Европейской Республики намерены демонтировать знаменитый памятник Алеши, снос которого в прежние годы запретил суд Болгарии, вызвало у людей негодование. Все действительно очень возмущены. Все село вот буквально всколыхнуло этой информацией. Мне звонили люди, они спрашивали, вот как, Лена Николаевна, что. И вот, знаете, мы все очень надеемся, что Алеша будет жив в Пловдиве, что памятник будет стоять. И он станет символом этого города, останется. Мягко говоря, неприятные чувства испытала и дочь алтайского фронтовика Алексея Скурлатова. Журналисты в доме Нелли Куйруковой сейчас частые гости. Никому не отказывает в надежде на то, что с помощью СМИ удастся и в четвертый раз отстоять гранитного Алешу. Памятник советскому воину-освободителю. Почему перестали уважать вот этого друг русского солдата и снести его, этот памятник? Болгары собирали деньги, его строили болгары, помогали наши русские. Все это сделано руками болгар и вдруг вот так? Обидно, обидно. Дочь Алексея Скурлатова много рассказывала о том, с какой любовью народ Болгарии относился к нашим фронтовикам. Алтайского Алешу в Пловдиве встречали очень тепло. Рядовые жители к ногам бросали розы, власти города награждали. Самый дорогой, самый бесценный подарок – это медаль почетного гражданина города Пловдива. Круглая медаль. И так Алексей Иванович и ушел в мир иной почетным гражданином города Пловдива. В этом чемодане больше 10 тысяч писем, каждая третья из Болгарии. Такой была дружба народа в послевоенные годы. А сегодня несколько болгарских депутатов решили. Время иное, а скульптура советского солдата-освободителя морально устарела. Алтайский военный историк Дмитрий Вейн такие заявления считает глупыми и недальновидными. Снос памятников, он ничего не меняет. Если они такое решение примут, то оно напрямую нарушает ряд договоренностей между Россией и Болгарией. Где мы взаимно обязались сохранять, ухаживать не только за воинскими захоронениями, но и вообще за всеми культурными объектами, ценностями, которые связаны с историей Болгарии, либо с историей России. У нас памятники, связанные с историей Болгарии, не то что не сносились, даже не поднимались такие инициативы. Вопрос о переносе памятника прозвучал во многих СМИ. И его в итоге исключили из повестки парламентской сессии, назначенной на 17 января. Когда пройдет народный референдум, пока неизвестно. Но информационный портал «Бургас» накануне сообщил. В ближайшее время мэрия посчитает, во сколько обойдется его проведение и демонтаж монумента. Но представитель Фонда устойчивого развития Болгарии уверен, народ республики не допустит вандализма. Обычные рядовые люди, они встали бы на его защиту? Конечно, конечно, конечно. 75-70% болгарского народа за сохранение всех памятников. Вы посмотрите в обращении. 70% болгарского народа за сохранение все памятики русско-турецкой войны и памятики нового времени. Считайте, что болгарский народ в обществу за сохранение памятников. Тем не менее, судьба Алеши пока не определена окончательно. В России его сегодня защищают уже на государственном уровне. Так накануне Госдума приняла заявление, в котором осудила инициативу властей Болгарии демонтировать памятник. Один из депутатов при развитии худшего сценария предложил перевести скульптуру в нашу страну. В Алтайском крае такую идею обсуждало музейное сообщество. Но вот многие общественники задаются вопросом, как перевести, пусть и разобранный на части, 11-метровый памятник с 6-метровым постаментом. Я считаю, что это неправильно. Памятник должен стоять там, где его установил народ в 1957 году. Если уж встанет вопрос о том, чтобы этот памятник разрушить полностью, лучше, конечно, его забрать и установить в каком-то из замечательных наших городов. Можно у нас в Барнауле, у нас места есть, там, где город трудовой доблести, это прекрасная стела стоит. Наверное, уместно будет и этот памятник поставить, но он огромной высоты. Буквально пару часов назад стало известно, что в Пловдиве люди вышли на протестную акцию к зданию мэрии в защиту памятника. К слову, дочь Алексея Скурлатова уверена, что простой народ Болгарии и на этот раз не даст обидеть Алешу. Алеша, Алеша, садит над горою, Алеша, Болгарии русский солдат. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.